Часть поросят отсюда продали, эти четыре нам попозже. Сейчас хочу перегнать их вот сюда, в эту клетку, она чуть меньше, с мамашей, а ту свинку на их место. Она пришла в новое, решила, что она здесь будет. 4 часа, загоняем коров, мы где-то в 5-6 часов вечера, смотря как работница досидит. Сегодня пошел дождь, наверное, отсюда не видно, но может слышно. Побежала я быстрее носить сено им. Телка здесь стоит, вот у нее сено и кастрюля дробины. Раньше мы давали полную кастрюлю, сейчас я даю чуть поменьше, потому что она такая дамочка в теле. А здесь у нас стоит корова. Вот ее сено и вон ее тазик с дробиной, который кура ест и разгребает. Ну, сейчас я ее приведу, она быстро их разгонит. В воде, вода это не просто желтая грязная, а в воду я добавляю чектоник. Сейчас, как бы, с учетом того, что она будет телиться, как бы я поговорила с ветврачом. Сейчас переключу камеру. Я поговорила с ветврачом, как бы, какие меры там нужно сделать до тела коровы. Он сказал, что если никаких там патологий нет и все вроде как нормально, то ничего, не обязательно что-то там делать с ней. Ну, как бы, кроме витаминов. Так как уколы мы терпеть не можем. Она прям боится вида шприца просто. И не говоря уже про то, что вида ветврача боится. Как бы, я уколы сама ей ставила, но я, как бы, у меня не очень это получается. Вечно какие-то шишки остаются. Наверное, у меня руки к этому не расположены. Поэтому я решила пропоить ее пять дней чектоником. Посмотрим, как поможет это. Ну, то есть, я надеюсь, что все произойдет само собой. Что она растерлится. Сейчас условия у нее есть, что она может облизать этого теленка. Если вдруг это произойдет ночью, как бы, я больше всего за это переживаю. Но надеюсь, что через недельку, может, она должна телиться где-то 15-го числа. Ну, пусть даже 10-го числа. Надеюсь, к этому времени у меня уже будет хоть какая-то комнатка здесь в домике. Сейчас работают строители. На втором этаже делают комнату. Надеюсь, что будет хоть комната, чтобы я могла здесь подночевать пару ночей. Вот эти, когда она у нее по плану телится. Чтобы как-то контролировать, помочь. И я, как бы, первый раз будет телиться при мне корова. Потому что нам тогда при покупке... Ну, может, с одной стороны, не повезло с выбором коровы. Но повезло с тем, что мы забрали уже корову с теленком. Она растерилась в тот же день, когда мы забирали. Поэтому, как бы, я даже не видела, не зная, как и что. Как бы, происходило. Вот. Сейчас пойду за, наверное, за коровой. Хоть и 4 часа уже они намокли. И, как бы, судя по всему, навряд ли будет есть траву. Но сейчас понаблюдаю за ними. Я хотела первым делом заснять, но забегалась. Опросилась свинка. К сожалению, так как мы ничего не успеваем, она стояла с другой свинкой вдвоем в этой маленькой клетке. Но, как бы, пострадал один поросенок. И то, с учетом того, что он залез к другим свиньям вообще, пролез через дырку в стенке. Поэтому сейчас будем вот ремонтировать пол. Здесь было вырвано две доски. И откармливать, обогревать, как поросят. Но вроде все нормально. Родила она сегодня ночью. Походу делали утром. Такие вот красавчики. Где-то еще один красивый очень. Но его вон там под белым поросенком. Его не видно потом пока. Вот здесь пришлось заремонтировать, чтобы они не пролазили. Потому что, как видите, до этого варили двойку. И все это безуспешно было оторвано. Где-то дырки появились. Она проржавела. Поэтому вот в новых клетках везде будем тройку варить. И здесь кусочек получилось подлатать. Надеюсь, снизу не пролезут. Хотя там тоже ямка такая. Дырка большая. Поросяты небольшие. Такие вот муравочки. Вот, кстати, красавчик, про которого я говорила. С полоской на спине. Привет! Идем к нам. Идешь? Ложись. Тут тепло. Молодец. А ты чего там ползаешь? Кстати, забыла сказать, как вы уже поняли, эти поросята-тхряка этого белого, которого мы покупали. Первые его поросята, рожденные. До этого рождались, получается, эти от дырка. А вот эти уже от него. Родилось 10 штучек, но один, как же говорила, залез через эту дырку вот этим вот трем, и они походу его придавили. Или что? Ну, я не видела. Это мне работница сказала так. Вот такие вот мангалица, плюс смесь крупной белой с ландрасом. А, еще надо патрон посмотреть, что-то второй. Лампочки сгорают в нем. Надо перепроверить. Легла какая-то, она немножко злая, уставшая. Пусть отдохнет. Я ей дала сметаны, два яйца утиных она съела. Посмотрим, как дальше будет. Все пытаюсь сфотографировать, чтобы выложить объявление о продаже. Но так и не получается нормально. Так они ходят, все хорошо, а тут начинаешь фотографировать, они то уши вверх подлетают, прыгают где-нибудь, то еще что непонятно. Такие уже поправились, уже хорошенькие такие. Да? Вот, нет, кстати, вот это, наверное, двойка вот здесь еще более-менее. Это уже переделывали, скорее всего. А там еще тоньше, чем двойка, не помню. Ну, все равно, лучше уже тройка, наверное, и па, чтобы было. Вот это тоже, скоро будет пороситься.